Всем привет! Хочу сделать свой прогноз на матч Кубка России, который состоится в среду, 30 октября. Матч между Зенитом и Томью. Вот такой вот матч. Ну, безусловно, тут фаворит Зенит. Даже нечего говорить, когда мы в Зенит играли дома. Вот. Ну, на что тут поставить? На чистую победу Зенита коэффициент 1,18? Ну, это очень, конечно, мало. Но я нашел очень высокий коэффициент на этот матч, и вы узнаете его в этом ролике. Давайте сначала поговорим о командах. Что представляется поезд Зенит? Зенит сейчас является единоличным лидером в чемпионате России от ближайших претендента отставания 3 очка. Вот. Очень хорошо играет Зенит. Очень хорошая у них игра. Даже таким, можно сказать, смешанным составом, там, они выиграют у крыльев Советов, да. Очень сильно они сейчас играют. Очень хорошим у них функциональное состояние у Зенита. Очень хорошие игроки и очень высокая командная скорость. В принципе, сейчас они в очень-очень хорошей форме. Вот что можно сказать о Зените. Вот. Что можно сказать о Томске? А в Верене Томи. Томи из города Томск. Эта команда идет в середине таблицы ФНЛ. В Премьер-лигу они не будут выходить. Это официально сказано, что денег на это нет. Вот. Придут на 9-м месте. Очень мало забивают и очень мало пропускают. Ну, пропускают еще и не так мало, а вот забивают очень мало. Очень много у них матча 0-0, 1-1. Вот. Типа такого. Вот. Ну, разумеется, разумеется, самый главный вопрос к этому матчу. А каким составом там будет играть Зенит? Ну, конечно же, вторым составом. Кто не будет играть? Скорее всего, не будет играть... Да не скорее всего, не будет играть Зюба играть, не будет играть Азмун. Возможно, не будет играть Дреуси. Скорее всего, не будет Бариус играть. На 100% скорее всего не будет играть Ракицкий и Иваныч, потому что уже с возрастом им надо отдохнуть перед ЦСКА, да, потому что в субботу у них матч ЦСКА у Зенита, да, домашний, очень важный матч для них, вот, а потом через 3 дня у них игра домашняя с Лейпцигом, поэтому надо отдохнуть, поэтому, конечно же, возрастные защитники-то, Иваныч и Ракицкий, они будут отдыхать, вот. Между них другие, правда, не знаю, кто их выйдет, но кто-то выйдет, вот. Ну, справа, я думаю, там или слева будет играть Караваев, вот, может кто-то еще выйдет, там, в центре, вместо Бариусовская, почти наверняка будет играть Краневитер, вот, в атаке будет Сутармин играть, может кого-то еще возьмут, вот, вот, примерно, вот такой состав будет, очень усеченный, там, ну, может, там, 4-5 человек из основы, скорее всего, вместо Киршакова в воротах будет играть Лунев, вот, пусть заказывает свою состоятельность, вот такой состав. Ну, даже этот состав, он по сравнению с Уфой, он мега космический, мега космический, потому что, да, Уфу, блядь, какой Уфа, блядь, Томск, ёпта, Томск тут играет, блядь. Даже по сравнению с Томми этот состав очень сильный, очень сильный, потому что, ну, Краневитера нету в Томми, в Томми, да, и остальных игроков тоже, с Тормина там тоже нет, и многих-многих других игроков. Безусловно, даже этот состав будет выигрывать, вот, Томми, но как они выиграть, с каким счетом, абсолютно не понимаю, могут выиграть 2-0, на этом все закончится, да, потому что наверняка там будут мучаться игроки Зенита, там, возможно, первый тайм будет 0-0, там, или 1-0, и потом они второй забьют Зенит, и все на этом закончится, да. Вот. Скорее всего, такой расклад будет, потому что, ну, Зенит, конечно, хочет отдохнуть, отдохнуть хочет, и играть таким полурезервным составом, вот так, это правда, это правда, но даже такой состав, полурезервный состав, он сильнее Томми, и еще неизвестно, в каком составе полетит Томми на этот матч, абсолютно, может, они тоже полудублирующим полетят, зная, что, блядь, за Зенита они, блядь, получат, вот, еще такой момент, что матч остается 20-0-0 по Москве или по питерскому времени, да, это очень позднее время для Томска, но, да, правда, они в Калининграде тоже играли, или не играли еще в этом сезоне, там тоже позднее время, но 20-0 для Томска, это хуевое время, потому что в это время там уже все давно спят, ну, где-то полночь, там, да, если не больше, вот, поэтому, безусловно, преимущество будет на стороне Зенита, не надо обольщаться, что, блядь, у Зенита будет там второй состав, там, играть, вся хуйня, там, блядь, они не будут играть, там, не, ребят, там даже второй состав, это сильнее Томска, сильнее, а если что-то не будет складываться, блядь, выпустят, там, Азмуна Дзюбу, блядь, и там, или ибариусы, нахуй, где-то на 60-й минуте, да, и все, нахуй, блядь, они быстро, блядь, в течение, там, 15-20 минут отгрузят двушку, блядь, Томску этому, и все на этом закончится, вот, но такие расклады, что на этот матч, я решил взять, какую ставку, на этот матч, я решил взять ставку, Зенит, только Зенит забьет, вот, в фонбе есть такая ставка, с коэффициентом 1,98, только Зенит Санкт-Петербург забьет, то есть, это что означает, что это сухая победа Зенита, все, коэффициент очень высокий, почти двойка, то есть, я оставлю то, что Томск не забьет, в том не забьет, почему я так считаю, потому что, Томми вообще мало забивает, он даже на уровне ФНЛ очень мало забит, и чтобы забить в Питеру, в Питере, ну, это сложно, это сложно, в Питере Зенит играет очень сильно, когда играют, это очень сильная домашняя команда, я вообще сомневаюсь, что Том вообще перейдет половину поля, да, скорее всего, блядь, Зенит не даст это сделать, и очень большие сомнения, что Том забьет, очень большие, ну, факторы, то, что вообще Том мало забивает, даже по уровню ФНЛ, и то, что Зенит будет, в принципе, стараться выиграть в сухую, да и Лунёв не захочет пропускать, да и, ну, не забьют они просто, просто не перейдут даже половину, вот, вот такая моя ставка, почему такая ставка, слушайте, ну, коэффициент почти двойка, да, 1,98, двойка, почему бы и нет, коэффициент хорош, чтобы, можно сказать, рискнуть, а риск небольшой, я считаю, что нормальная ставка, ставить на Нидуальный Толл Зенит, там, больше двух с половиной, да, они могут 2-0 выиграть, и все, на этом закончится, и будут тупо катать мяч, вот так дрочи, дрочи, дрочить, и все, а то, что Том не забьет, ну, мне кажется, это наиболее вероятно, повторяю, это мое мнение, вы можете уже ставить, не ставить, матч состоится только послезавтра, 30 октября, матч состоится в 2-0 по Москве, смотрите футбол, и болейте за те команды, на которые вы поставили, всем пока!